Здравствуйте! Вы смотрите программу «Объектив». Давайте с вами вспомним, как лет 5-6 назад на улице Хризани стали появляться непонятные рекламные объявления. Их рисовали прямо на стенах зданий, на асфальте. Спайс – вот что было написано. А внизу номер телефона. Вот так, беспрепятственно, в наш город вероломно ворвался сильнейший наркотик. Он быстро завоевал популярность среди молодежи. Ну а что, достать его было несложно, цены были относительно доступные. К тому же спайсы и миксы на тот момент были практически узаконены, как ароматизаторы. Но кто же тогда мог подумать, что курительные смеси в разноцветных упаковках когда-нибудь станут настоящей бедой 21 века? 2005 год стал переломным как для любителей развлечься, выкурив ядовитую смесь, так и для правоохранителей. Сотрудники госнаркоконтроля, сбившись с ног, ведут непрерывную борьбу с этой напастью на протяжении почти 10 лет. Сейчас спайс в основном прибывает из Китая. Продается чаще всего через интернет, бывает и в открытом доступе, под видом корма для рыб или крысиновой яда. В общем, кому надо, тот буквально за считанные минуты достанет наркотики. Остановить поток курительных смесей, поступающих в нашу страну, сейчас не представляется возможным. Пять лет назад доля изъятия наркотических средств, вот этих новых синтетических, составляла в общем количестве изъятий 5%. То на сегодняшний день эта цифра составляет практически 60% изъятия от всех изъятий наркотических средств в регионе. На настоящий момент изъято около 15 кг синтетических наркотиков, это в общей массе. Но изымаются в основном наркотики концентрированные, те, которые даже из 200-300 г, приготовляют 5-6 кг готового наркотика. То вот судить можно так. И доза, которую употребляют, она значительно ниже. Там буквально десятой доли грамма. И уже этой дозы хватает на несколько человек, вплоть до летальных исходов. Сотрудники госнаркоконтроля не перестают удивляться находчивости современных наркодилеров. Всевозможные закладки в подъездах домов, заброшенных стройках, переводы денежных средств через электронные кошельки. Все прелести современного света играют на руку торговцам смерти. А между тем люди, подсевшие на ядовитые смеси, уже не могут здраво смотреть на элементарные вещи. Привыкание к спайсу настолько сильное, что с каждым разом приходится увеличивать дозу. Хотя здравый смысл говорит его носителю, что пора бы остановиться, пока ноги идут. Дети, да, вот я смотрю, там, ну, в 10-м, блин, ну, может, в 9-м, 8-м, 7-м классе, да, они все курят. Ну, как? Они не понимают, что она сажает. Три тяги – все, готов. Она сажает. Вы думаете, раз курнули, два курнули. Все, ничего, да, сажает. Вы просто не понимаете. Я просто один могу совет сказать. Никогда в жизни, блин, не курить. Это потом будет поздно. Просто будет поздно уже. Все. Что ж, может быть, это и было сказано заплетающимся языком, но зато искренне он осознал свою ошибку и теперь не боится делиться своим опытом с теми, кто только-только начинает пытаться самоутвердиться и показать свою якобы взрослость, покуривая запретную смесь. Нам удалось договориться о встрече с человеком, который, можно сказать, вычеркнул из своей жизни полтора года. Это называется «побаловался спайсом». Александру 37 лет. Казалось бы, взрослый человек. После пяти месяцев стойкой ремиссии он решил поделиться с нами своей историей болезни и выздоровления. Знаете, начиналось все, наверное, как у всех, с обычной той же самой травы. Сначала начало в компании, в друзьях друзей. То есть мы собирались где-то с ребятами, и так для разнообразия, пили пиво, да, для разнообразия. Иной раз решили поднимать себе настроение. Системы никакой не было. Ну, так накуривали этим, грубо говоря, да. А потом как-то в один прекрасный момент получилось так, что если так, грубо говоря, натуральный продукт, он исчез. А вместо него появился спайс. Причем он появился довольно-таки доступный. Он продавался, вот у нас, по крайней мере, он начал продаваться на станции Щелково. Ездили, да, вполне легально. Ездили туда, за ним покупали. Он тогда назывался еще, сейчас, как помню, пакеты были такие, у них был нарисован джин. Назывался красный джин и синий джин. Ну, по степени нагрузки, скажем так, различался. И вот это, знаете, желание, постоянное желание ощущать какое-то удовольствие, причем не такое, как от алкоголя. И плюс еще был такой бой у него, ну, большой, для меня, по крайней мере, то, что он не определялся тестами. То есть, определяя его, можно было спокойно ездить за рулем. Его история похожа на тысячи других. Семья от него отвернулась, равно как и любимая женщина. Александр не знает, удастся ли ему когда-нибудь вернуть доверие родных. А ведь их поддержка необходима ему сейчас, как никогда. Агрессия, неоправданная и неконтролируемая агрессия овладела этим взрослым, вполне состоявшимся в жизни человеком. Вот что оттолкнуло близких от Александра. Я его употреблял полтора года, в достаточно больших количествах. Я дошел до 40 граммов в день, 40 пакетов в день. Ну, в сутки, точнее. То есть, я, грубо говоря, не спал. Либо я просто спал, сутки на проекте, каждые два часа просыпался, накурился, снова спать. Стал агрессивным достаточно. У меня начала меняться психика. Я стал очень обидчивым. И практически любое дело мог променять на употребление. Да что любое дело. Я, в принципе, любимую девушку поменял на него. Оказалось бы, ничего серьезного, но травка и травка. Что может случиться? Но влияние курительной смеси оказалось настолько сильным и манящим, что остановиться стало нестерпимо трудно. Но Александр справился. Сейчас он держится. Строит планы на будущее. Но пока еще рановато говорить о чем-то конкретном. Эффект от полутора лет курения Спайса глубоко засел в сознании мужчины. Эффект от употребления курительных смесей настолько ужасен, что его невозможно описать словами. Слуховые галлюцинации, визуальные объекты. Человек действительно теряет связь с реальностью. После пробуждения он, конечно же, ничего не помнит. Но под действием Спайса наркоман легко может убить рядом находящегося человека. Просто так. Просто потому, что он ничего не понимает. Он не действует на какие-то отдельные структуры мозга, а он действует на всю психику в целом. То есть идет системное деформирование психики. Наблюдается нарушение восприятия. То есть человек перестает воспринимать реальность так, как она есть. Появляются какие-то идеи, я называю их опасными идеями. То есть ему кажется, что его преследуют, за ним следят. Что его молодая девушка изменяет. В случае, так сказать, передозировки, то просто сердечко не выдерживает, будем так говорить. Или остановка сердца, или остановка дыхания. И вот это системное изменение психики, оно даже возможно после однократного употребления вот этой курительной смеси. Спасибо. Вот я вспоминаю такой случай, когда один мальчик там просто употребил один раз и как бы забыл о нем. Ну, прошел месяц, и он решил зайти там взять, знаете, такие есть энергетические напитки. Попив его, у него тут же снесло крышу. То есть наступил психоз. То есть психика была на грани, и достаточно было малейшего какого-то фактора, неучтенного или учтенного для того, чтобы… А психоз у них наблюдается достаточно выраженный и такой страшноватый. То есть психомоторные возбуждения, мечется, кричат, какие-то галлюцинации. Я вам так скажу, что зависимость к пальцу развивается очень быстро. Встремлите. Да, очень быстро развивается. Причем потом нужен как бы именно он и никакой другой наркотик. То есть вот именно тропизм к нему. Вот именно на нем предпочтение. Ну, называют их там какие-то по-разному, там дизайнерские наркотики и так далее. В основном это галлюциногены плюс психостимуляторы. К большому сожалению, наркотик, принявший массовый оборот в 2005 году как благовоние, с каждым годом собирает все больше и больше людей. Статистика утверждает, ежегодно в Российской Федерации от употребления наркотиков умирает около 8 тысяч человек. Но это официальные данные. Реальное количество, утверждают эксперты, переваливает статтысячный рубеж. Из них от спайса погибает около тысячи человек. Настоящие цифры могут отличаться от официальных в десятки раз. 30% погибших молодые люди в возрасте от 14 до 16 лет. 70% всех наркоманов – это молодежь. Из них, достигших 16 лет, подростков, 35% – мальчики и 20% – девочки. Остальные 20% – это люди от 18 до 25 лет. Страшно? Продолжим. Выкарабкаться получается лишь у 10%. Ведь чтобы бросить, нужно признать себя больным и выдержать курс лечения. А это не такая простая задача. А теперь ответьте, можно ли назвать спайса и миксы баловством? Нет, ни в коем случае. Это страшные наркотики. Наркотики 21 века. Смертельно опасные. И с этой проблемой нужно бороться незамедлительно. И меры нужно принимать. Самые кардинальные. Мы не раз говорили о том, что проблемы нашей страны – это дороги и неумные люди. Но самая большая проблема – это несублюдение законов. Их писали. Их обсуждали сотни людей. Их принимали. И все. На этом движение закончено. Положение дел по-прежнему не меняется. Никто не мешает применять вот эту вот статью. Просто ее надо применить и все. Просто надо ее применить. Ну, как вам сказать, запретительные меры, они ведь тоже играют какую-то роль. И не забывайте о том, что с наркотиком справиться чрезвычайно сложно. На сегодня все. Берегите себя и своих близких. Это была программа «Объектив». Скоро увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова